Приветствую вас, написали вы достаточно большой текст, вот, ну, с учетом дополнения, поэтому я полагаю, что нам нужно с вами его разобрать, тем более, что он... Вопросы, которые вы задаете, их достаточно много, вот, хотя они, в принципе, однодипные, вот, итак, вы пишите, как обнести веру в себя? Итак, как вам сказать, понимаете, какая штука, вера в себя, именно вера, то есть, когда я верю в себя, это что-то архаичное, это что-то дерзкое. Знаете, как вот, принятие на веру, да, то есть, я принимаю, ну, что-то на веру, вот, потому что я могу принять что-то на веру, да, а могу не принять что-то на веру. Я могу верить в себя, могу разувериться в, ну, в себе, да, вот, и поэтому вера, на мой взгляд, это... То, чему не достает какой-то устойчивости, какой-то прочности, да, и так далее, а может, вера, это то, что можно назвать, значит, ну, таким слепым чувством, да, вот, поэтому... Обретать, обретать нужно не веру, а знание о себе. Значит, знания адекватные, знания реальные, знания соответствующие, соответствующие реальной жизни, знания соответствующие тому, что есть на самом деле, вот, но ни в коем случае, еще раз повторяю, не вера, не вера. Там, что вера, это, ага, то, что может сыграть вам злую чутку. У меня масса идей, но для их воплощения у меня не хватает мотивации. Ну, знаете, вот, если мы не берем в расчет то, что вы написали дальше, пока что, у вас там довольно противоречивая информация, да, вот, то проблема мотивации, именно проблема мотивации, связана, ну, во-первых, конечно, да, со страхом, безусловно, вот, но далеко не только. Проблема мотивации, это проблема соответствия ваших способностей, то есть, ну, того, что вы можете, да, вашим ценностям. То есть, вот, и такая история, когда, значит, ценности, которые у вас есть, не соответствуют, значит, тем, ну, тем целям, тем действиям, вот, которые вы делаете. То есть, вот, вы говорите, например, да, например, да, например, например, творчество, вот, хорошо, но какова цель творчества, понимаете? То есть, вот, то есть, это довольно важный момент. Проблема мотивации возникает всегда, когда есть такое несоответствие между тем, что человек делает, и тем, ради чего он это делает. Поэтому здесь я хотел бы обратить внимание на вашу, на вашу ценностную систему. То есть, вы сами говорите, что определились уже с тем, чем хотели бы заниматься, определились с тем, что вам нужно, что вам интересно, да? Ну, вот, с этим проблем нет. Теперь осталось привести это, значит, к системе ценностей, которая у вас есть. Тогда мотивация появится. То есть, проблема мотивации, это когда то, что я хочу сделать, подчинено целям, которые мне, ну, не очень по душе. Да, потому и мотивации, соответственно, нет. Бывает другая история, когда мотивация связана с тем, что человек постоянно отвлекается, постоянно на что-то, ну, другое обращает внимание, да? Да, вот, это, ну, тоже бывает такая, бывает такая ситуация. И здесь, конечно, надо обязательно возвращаться, вот, к тому, что хочется, смотреть, что именно хочется, да? Да, вот, вы тратите свое время на борьбу, по сути, да? Ох, ого. Дальше, так, у меня масса идей, но для их воплощения понадобится мотивация. Можно рассматривать вашу массу идей, да, как творческий начал. Ну, вы об этом с нами пишите, что вы творческий, творческий человек. Так вот, творчество подавляется, как правило, чем? Да? Творчество подавляется, ну, внешними факторами, поведением родителей и так далее, так далее, так далее. Вот. То есть, грубо говоря, критикой, да, грубо говоря, агрессией, грубо говоря, страхом. Вот. То есть, здесь, здесь, на уровне чувств, именно на уровне чувств, на уровне подсознания, вы подавляете себя через свою маму. Вот. Голос, который у вас, ну, до сих пор, скорее всего, звучит в сознании вашем. Вот. Дальше. Так, из-за этого я очень страдаю. В чем проявляется страда страдания, конкретно? То есть, понимаете, если вы страдаете, да, то это определенная выгода. То есть, это определенная позиция. Страдания, видите ли, то же чувство. И вам чувств, своих чувств, может не хватать. То есть, вы можете считать, вы можете считать, что достойны страдания. Вот. Ну, потому что, потому что, такая запись, например, у вас есть благодаря родителям. И, соответственно, вы обрекаете себя на страдания, потому что так того хотела ваша мама. По вашему мнению. Или вы решили это делать для того, чтобы она была довольна. Решили там, грубо говоря, когда-то, да, когда-то давно, но действуете до сих пор. То есть, в страданиях есть выгода. Эту выгоду нужно определить. Понятно, что эта выгода не такая, что мне становится хорошо, и там, мне становится здорово, нет. Это выгода не такого типа. Выгода, она, как правило, вторичная и не всегда четко осознаваемая. Но, если вы подумаете, просто подумайте, что, вот просто что, что я получаю, когда, ну, вот, ну, веду себя так, да, что я получаю. Вот, если вы подумаете, то я думаю, что обязательно придете к какому-то ответу, вот, что и поможет вам уже как-то контролировать этот процесс. Потому что сейчас выгода вами вполне вероятно не осознает. Дальше. Идем. Так, нередко бросаю что-то, едва начав. Это ориентир. На что я ориентируюсь в работе. Например, в школе я писал сочинение на пятерки. Учителя изумлялись, что такие работы могут принадлежать ребенку. Так, ну, то, что вы писали сочинение на пятерку, это не показательно. Это вообще ничего, не показательно ничего. Это может быть показатель того, что вы хотите одобрения. И что для вас одобрение, это вот одно из самых главных, ну, как бы, в жизни, да, что вот оценка. Оценка, желание оценки. Вот. Желание того, чтобы вас заметили. Вот. Ситуация может быть такой. То есть, то есть, вот то, что вы выделили, да, выделили. А, ну, что-то. Оценки, это говорит о том, что мнение других людей для вас важно. То есть, как, как, обо мне думают, да. Что обо мне думают. Как меня оценивают. Вот. Я полагаю, что для вас это важно. Ну, а оценка, это всегда имеет в своем, в своем основании, всегда имеет стыд. То есть, если я хочу оценки других людей, значит, я в себе сам не уверен, значит, я не принимаю себя таким, какой я есть. И, соответственно, это стимулирует меня, значит, на то, чтобы я ориентировался на оценки других людей. Дальше идем. Так, учителя изумлялись, что такие работы могут принадлежать ребенку. Здесь, опять же, вся тонкость заключается в чем? Одно дело, если вы писали то, что хотели и вам нравилось, и как бы оценки учителей и их изумления в том числе воспринималось как что-то сопутствующее. И другое дело, если это вызывало у вас определенные чувства. Чувства позитивные, чувства эйфории, полета, легкости. Ну, короче говоря, какие-то чувства. Иногда я анонимно выкладываю отрывок книги, которую собираюсь написать, и получаю в ответ восторженные отзывы. А для чего выкладывать? Для чего выкладываете? Зачем выкладываете? Понимаете, как бы, творчество, да, это процесс очень личный. Это я вам, как человек, который занимался им, говорю. Очень личный. Это процесс. И им занимаются, вот творчеством занимаются, да, не для того, чтобы получить оценку какую-то, не для того, чтобы получить, там, не знаю, одобрение людей, да. А им занимаются, потому что хочется, потому что это то, что невозможно в себе удержать. То есть, это порыв, это, ну, то, что важно, это то, что хочется. То без, то без чего вообще невозможно прожить. А вы, как бы, выкладываете, значит, ну, книги, да, вы выкладываете книги, обрывок книги. Как мне кажется, значит, ну, для того, чтобы получить оценки. И, соответственно, творчество, свое вывод принимаете, пока что у меня такое впечатление складывается, как средство для получения оценок, оценок, ну, которые, вот, вам нужны и нужны так сильно. А потому и не получается ничего, потому что творчество, как процесс спонтарный, свободный и естественный, естественный, здесь подвергаются трансформации и ориентации на, соответственно, ну, внешнюю сторону. Дальше. Дальше. Меня хватает максимум на 15 страниц, я перегораю. Появляется ступор. Ну, вот это вот нужно исследовать, да, то есть, что значит, я перегораю. Как у вас это происходит, перегорание? Как появляется ступор? Что он из себя представляет? Ступор. Вот. То есть, это все, это все нужно изучать, это все нужно исследовать. Это все нужно... Корректировать. Все это можно корректировать. Вот. И нужно корректировать. Дальше. Дальше вы говорите, что обычно я удаляю написанное. Если вы хотели это написать, да, если вы хотели это написать, то вы это пишете и оставляете, ну, просто потому что для вас это вот важно. Важно. То есть, любое творчество, любое проявление, любое проявление того, что вы написали, да, здорово. Вы удаляете. Почему? Потому что это не соответствует тому, что вы, ну, хотели бы, хотели бы, например, для себя возьмось. Это не соответствует тому, что вы, ну, ожидаете, например. То есть, это не выполняет функцию ту, которую вы хотите, чтобы выполняла. Возникает, конечно, вопрос только, да, что это за функция, какие у вас ожидания, да, что вы думаете о себе, вот когда, значит, ну, когда удаляете свои записи. Важный ли это момент? Да, очень важный. Это очень-очень важный момент. Дальше. Так, значит, спустя время начинаем писать неознанного. Для чего? Итак, по кругу на протяжении многих лет мне нередко приходится жалеть о несделанном. Как исправить это? Исправить что? То, что вы жалеете о несделанном? Вам нужно определить цель свою, ради чего вы это делаете. То есть, ваша собственная цель. То есть, грубо говоря, если вы хотите одобрения, если вы хотите, там, признание, например, например, да, то это одно. Использовать творчество для этого, ну, не самая лучшая идея. Именно творчество использовать. Потому что творчество люди могут другие не понять. Вообще. То есть, вы можете быть гением. Вы можете писать потрясающие вещи, но люди просто не способны понять. Ну, могут, могут, могут не способны понять. Могут быть не способны понять то, что, ну, что вы делаете, например. И в этом случае получается, что вы зависаете в пожизненном неврозе. Что, естественно, неприемлемо. Ну, для человека, человека, который себя уважняет, да, ценит и любит. Вот. Поэтому должна быть четкая цель. Что я хочу? Чего я хочу? Почему я этого хочу? Да? Для чего я это делаю? Вот. А неплохо было бы действовать наперед. То есть, то есть. Вот, например. Я начинаю писать. Допустим. Да, я начинаю писать там, ну, книгу, книгу. Я начинаю писать книгу. Соответственно, вы представляете себе. Так, что сейчас будет? То есть, вот я сейчас напишу книгу, да. Напишу какую, ну, какое-то количество страниц. А потом. То есть, все это представляете. Все это вы как бы представляете себе. Все это вы обращаете себя, воссоздаете. Действуете, ну, скажем, действуете, если угодно, наперед. Да? Действуете. Вот. А вы как бы говорите, так, ну, вот, значит, вот я там, допустим, сейчас, да, значит, пишу. Что будет дальше со мной? Дальше я буду, там, например, испытывать негативные чувства. Так. Что будет потом? Потом я буду, там, думать о себе. Как-то, да? Хорошо. Что будет дальше? Дальше там еще что-то происходит. Что я буду чувствовать? Что я буду думать? Что я буду хотеть? Вот это можно сделать. Это анализ чувств, по сути. То есть, это работает, ну, вот таким образом. Анализ чувств происходит. И вы сможете, как бы, прогнозируя, да, управлять этим. И достаточно легко при, ну, при хорошем подходе, при качественном подходе, да, при навыках, вот, вы сможете это контролировать. Потому что у вас по сути поведение реактивное. То есть, вам захотелось внимания, да, ну, допустим. 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 Вам захотелось внимания, внимание, грубо говоря. Да? Вот. Вы, значит, ну, когда вам захотелось внимания, вы сразу начали делать что? Ну, вы сразу начали творчеством заниматься. Сразу. Моментально. Потому что я так хочу, я так хочу, да, потому что, ну, ну, потому что это мой единственный способ, значит, добиться желаемого. Далее, я не добиваюсь, у меня сразу возникает негатив. Я на него реагирую. А, да, я реагирую, я еще и на, значит, то, что хочу внимания. Вот. Вот. Тоже важный момент. То есть, я реагирую на неудовлетворенность, а, значит, своим состоянием, да, творчеством, всплеском творчества. А без, без неудовлетворенности как обстоят дела. Дальше. Реально ли измениться мои тридцать? Реально. При работе, реально. Или это такая натура, и здесь уже ничем не поможет? Нет. Все, все можно, все можно изменить. К слову, работаем мы в тандеме с мужем, у меня здорово получается достигать целей. И это хорошо, что у вас здорово, что у вас хорошо, что у вас здорово получается достигать целей, но меня интересует скорее то, чьи это цели. Да? То есть, это цели ваши, например, или чьи это цели? Потому что, если, например, например, если, например, это цели не ваши, да, а цели, допустим, ну, допустим, цели мужа, то, ну, вы, в общем и целом, сами, наверное, понимаете, как обстоят дела. То есть, в общем и целом, вы сами, наверное, понимаете, что в таком случае это, ну, не ваши цели, это цели, по сути, вашего мужа. Вот. Потому вы их достигаете. Или это ваши совместные цели, да, и вы знаете, что, ну, что не только вы в этом участвуете, да, вот, из-за чего вам, в принципе, может быть легче и проще их достигать. То есть, нет, нет блоков, которые обычно присутствуют. Вот. Ну и сам факт того, что вы работаете с тандемией с мужем, да, а не сами, грубо говоря, по себе. Вот. Это тоже, в принципе, может, что это значит. Вот. То есть, я имею в виду, что вы не случайно могли выбрать такое взаимодействие, такой вид взаимодействия. Потому что вам, опять же, так комфортно. Дальше. Так. Мы путешествуем. Так, значит. Конечно, скажете, вы легко тратить денежки мужа. Моя проблема именно в этом. Я хочу какой-то реализованности не только как жена и как дополнение моего супруга. Вы знаете, здесь вы обесцениваете. Так начнем с того, что вы вообще говорите как бы за нас. Вы уже как бы наперед. А знаете, что мы скажем? Вот. Легко тратить денежки мужа, говорите вы. Это, говорите не вы. Это, говорит, скорее всего, ваш внутренний родитель, критикующий родитель. Который критикует. Критикует вас. Вот. Собственно. Собственно. Даже. Ну. Даже. По тексту. Даже в тексте. Когда. Ну. Пишите нам. Да. Даже здесь. Он критикует вас. Вот. И естественно, что у вас ничего не получается у самой. Потому что вы себя критикуете. Вот. Никто не скажет вам, что легко тратить деньги, значит, мужа. Почему? Потому что муж сам, как бы, не все ответственны за это. То есть, не только вы, а, тратите деньги. Понимаете? Вы с мужем, вы с мужем, а, несете, а, совместную ответственность, ответственность за это. А не только вы. Но, вот это ваша, а, мысль, что легко тратить денежки мужа. Она наглядно показывает, в каком напряжении вы живете. Вот. В постоянном напряжении. В постоянной критике себя идет. Вот. А, как известно, любая критика, это, в первую очередь, что влияет на творческое начало человека. Так, я хочу какой-то реализованности не только как жена. Ну, понимаете, а какая-то реализованность, какая-то реализованность, это не реализованность. То есть, какая-то реализованность, это очень неопределенная цель. Да? То есть, в итоге, как раз о чем я говорил. Именно какая-то, именно какая-то реализованность, да, это, по сути, неопределенность. А, у реализованности, если вы хотите, если вы ставите себе такую цель, у реализованности, ну, должны быть четкие формы. Вот. А, потому что, в противном случае, это не имеет никакого смысла. И, эээ, вы тут, вы так и будете, эээ, хотеть только реализованности, но никогда ее не добьетесь. А какая-то реализованность, это, эээ, это, это иллюзия. Вот. Понятно, да? Поэтому, тут вот я рекомендую вам все-таки, эээ, значит, эээ, более определенно, ну, более конкретно пройти к вопросу, да, и если реализованность, то, эээ, что для вас реализованность, то есть, эээ, как вы почувствуете, например, что реализованы, вот, то есть все конкретно, все конкретно, все конкретно, эээ, потому что без такой, без четкой структуры, да, эээ, вот, ээээ, невозможно, эээ, невозможно добиваться каких-то целей, вот. А, эээ, как правило, структура всегда упирается, опять же, в, эээ, ценности, потому что ценности, это, это единственная мерила, эээ, окружающего мира человека. Вот. Дальше. Так, эээ, ну, чтобы мои способности тоже применялись и развивались, ну, вот, то есть способности, эээ, и их соответствие целям, эээ, целям и ценностям, в общем. Я творческая, как это проявляется, правополучарная, эээ, эээ, это вы ярлыки на себя повесили или что? А, эээ, как найти свое призвание, хотя с этим вроде определилась, поняла, чем хочу заниматься. Так вам помочь найти призвание или нет? Эээ, как перестать бояться неудачи, а чем для вас страшна неудача? Кто определил негатив, эээ, неудачи? Эээ, как доводить дело до конца, эээ, получать удовольствие от процесса, а не от результата. Вот. Это, эээ, беспроигрышный, эээ, способ, беспроигрышная, беспроигрышная позиция, эээ, для того, чтобы доводить дело до конца. Вот. Если вы хотите, эээ, этого, если вы хотите, ээээ, значит, доводить дело до конца, эээ, то, эээ, нужно получать удовольствие именно от процесса, а не, эээ, стремиться к результату. Стремясь к результату, вы, эээ, никогда не будете, эээ, доводить дело до конца. Ну, в вашем случае, потому что, эээ, всегда результат этот, он не будет, эээ, соответствовать, эээ, тому, что вы хотите, и вы будете, эээ, разочаровываться, как бы, эээ, в нём, ну, в, эээ, результате. Вот. А процесс это то, что вы определяете, эээ, сами. Так, эээ, как устранить преграды, эээ, перестать чего-то, станьте бояться, и, наконец, начать действовать, действовать. Ну, преграды, эээ, смотря какие, да, то есть, тут, эээ, нужно изучать, вот. Эээ, перестать чего-то ждать, эээ, я бы сказал, что это, знаете, такое ощущение, эээ, временности происходящего у вас, эээ, может иметь место быть. То есть, эээ, есть некое такое, эээ, чувство, да, есть некое такое чувство, что, эээ, вот, то, что происходит с вами, это временно. Так будет не всегда. Вот. То есть, это, опять же, некая такая установка, что, эээ, вот я сейчас потерплю, да, потерплю сейчас, а потом всё будет хорошо. Ну, это, это, конечно же, не так. Вот. И вот, от этой установки надо обходить. Ну, для начала, конечно, нужно найти её источник, это безусловно. Как правило, источник этого, эээ, опять же, находится в родителе, эээ, вот, который, как бы, говорит, терпи, жди, что всё будет в будущем, что будет хорошо. Вот. Ну, и, эээ, бояться, да, то есть, вот вы говорите, бояться, как перестать бояться, это выгодно. То есть, вам выгодно бояться. Вам выгодно бояться. Помимо того, что у вас есть запреты, да, вам выгодно ещё бояться. Вы получаете только какую-то выгоду. Например, выгоду, эээ, такую, что вы, допустим, эээ, нереализованный, эээ, творческий человек, вот. Вы знаете, что вы нереализованный, эээ, творческий человек. И вам, эээ, приятно думать, возможно, что вы именно нереализованный, творческий человек. Чем если бы вы были реализованным творческим человеком и понимали, что, о, и это всё, на что я способна. То есть, то есть, неужели это единственное, на что я, эээ, способна. То есть, неужели это всё, что я могу. Например. То есть, эээ, ваше, эээ, творчество, да, ваше вот, ну, скажем так, эээ, стремление к творчеству, да, это то, что у вас есть. Тоже заставляет вашу, эээ, ценность. Ну, то есть, вот, благодаря чему, да, вы, эээ, чувствуете себя ценностью. Эээ, если вы, эээ, будете это реализовывать, это исчезнет. Вот. Ну, чувство, чувство, эээ, ценности исчезнет. И вы уже не сможете сказать себе, вот я ценна этим, потому что это будет, эээ, реализовано. Здесь, соответственно, принятие себя и любовь к себе, любовь к себе. То есть, безусловная ценность себя. Это тоже нужно, эээ, воспитывать в себе. Эээ, так, дальше, вы пишите, раньше мне нужно было на все одобрение моей мамы. Эээ, и сейчас вам нужно одобрение на все, только уже не мамы, а других людей. Она была очень противоречивой женщиной, эээ, иногда могла дать очень хорошую поддержку, она вела себя неадекватно. Эээ, как правило, как правило, ээ, люди, люди, у которых были такие родители, эээ, знаете, имеют эээ, маниакально-депрессивную эээ, ну, форму личности. Маниакально-депрессивный тип личности. То есть, не маниакально-депрессивный синдром, да, как болезнь, а именно, эээ, всплеск, ээээ, значит, сменяется спадом. Всплеск сменяется спадом. И абсолютно непонятно, почему такая история происходит. Эээ, было такое, что я решил заняться творчеством, эээ, пробилось в одно известное шоу, но мама меня тогда чуть не довела до нервного срыва своими звонками и угрозами. Вот, понимаете, вы говорите, мама не довела меня звонками. То есть, в детстве вы играете в игру всё из-за неё. А возможно, это тоже ваша выгода. Обвинять маму в том, что она виновата в вашей нереализованности. То есть, не вы, не вы ответственны на маму. А вот, понимаете, ну, одна из, как бы, эээ, выгод. Потому что не, не она довела вас, чуть, чуть не довела до нервного срыва. А я, я реагировал на это негативно, понимаете. Но так вопросы бы не остались. Поро мне кажется, что она испытывала зависть и не давала мне продвинуться выше какого-то уровня, чтобы я не приплюнул её. Ну, может быть, зависть, может быть, страх. В любом случае, это запрет на успех. Хотя, только это мои догадки, сейчас уже не спросишь. Вы не общаетесь или её больше нет. Вот, в любом случае, здесь можно воспользоваться определенными техниками, вот, методами для того, чтобы изменить в вашем сознании и подсознании образ вашей мамы. Ещё помню опыты в детстве, в школе давали творческое задание, я выполняла. Вот, она жёстко критиковала меня первоклашку. Вот это опять, да, такая жертвоверственная позиция, да, то есть вы, как бы, эээ, ну, вызываете жалость. Вот, вот она вас критиковала, да, вы критически относитесь к тому, что она критиковала вас. Вы помните, как она критиковала вас хорошо? Переоцените это. Нередко даже агрессия в мою сторону обручивалась. Но агрессия, это, соответственно, собственно, неудовлетворенность, да. Мои плоды творчества уничтожались, и она делала задание вместо меня. Думаю, по двум причинам. Её тяга к перфекционизму, и поэтому излилось, и ей надо было, чтобы я была отличницей. А для чего? Для чего ей надо было, чтобы вы были отличницей? Зачем? И как она это, эээ, доносила дала? Какие конкретно слова звучали и фразы? Ей нравились творческие задания, она просто получала от этого удовольствие. В школе, конечно, понимали, что ребёнок сам такого сделать не может, но ставили хорошие оценки, она критиковала от этого. То есть она, за счет вас, реализовывалась сама. Правда, здесь есть противоречие небольшое. На мой взгляд. Противоречие в том, что вначале вы пишите, что вы писали сами сочинения, и учителя говорили, что такого ребёнка написать не может. И это было вроде как вашими, ну, вашими работами. А тут вы говорите, что мама делала задания, и в школе все понимали, что ребёнок такого сделать не может. Тут непонятно, непонятно, что вы имеете в виду. Вот. И тогда действительно было интересно что-то делать вместе, но часто я боялся признаться маме, что участвую в школьных мероприятиях, чтобы снова на меня не обрушился её гнев. Значит, смотрите, гнев поражает, гнев критика поражает что? Обиду, да? Обиду, значит, негатив, ненависть, злость, в общем, все рэкетные чувства поражает критика. Вот. Соответственно, вам необходимо эти эмоции свои отслеживать. Вот. И я бы сказал, значит, учиться их реализовывать. Ну, понятно, что, значит, приемлемым способом для себя, да? Вот. И так далее. То есть учиться реализовывать свои эмоции, которые у вас имеют место быть. Вот. Это тоже определённая работа. Потому что критикующий родитель внутри вас, он будет постоянно запрещать вам делать, ну, то, что вы хотите. Вот. Вот. Ну, с родителем, да, с родителем, в принципе, можно, ну, можно и нужно договориться. Вот. То есть это не проблема. Вот. Вот. Если... Если... Ну, если работать надо... Да? Вот. Так. Могут ли эти воспоминания как-то быть как-то взаимосвязаны своими проблемами и вопросами? Да. Могут. Могут. Потому что... Эм... Ну, во-первых, мама приучила вас к тому, чтобы подавлять в себе свой пары. Это первое. То есть мама приучила вас, эм... ну, не слушать, например, себя. Эм... мама приучила вас, значит, не выражать свои эмоции. И вы, вы, значит, с одной стороны, решили быть неудачницей ради неё, что вы до сих пор, эм... вы до сих пор, по сути, вот, ведёте себя эм... так, как ведёте, для мамы. Все это делается для мамы. На... на самом деле. Ах, вот. То есть вы все это делаете для того, чтобы мама была довольна. Ну, вы привыкли. А... всех других... эм... людей. Тем, 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 тем же, например, эм... критики, которые смотрят вашу работу. А, вот. Они... ассоциируются у вас с мамой. Ну, я так думаю. Думаю. То есть это всё, это всё, это всё мама ваша. Во всем... в них вы видите маму. Вот. Я думаю так. Поэтому, да. Повлияла, конечно. Ну, и как любой, в общем-то, эм... критикующий родитель, да, очень негативно влияет на, собственно, творческое начало ребёнка. Вот. Ну, начал бы я всё же с анализа чувств и сформирования ваших ценностей. Вот. Я бы начал всё-таки, эм... с этого. Если честно. То есть я не обращался бы сразу, сразу именно, эм... к родителям. Вот. Потому что, ну, мне кажется, что это не совсем, эм... правильный подход. Вот. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.